Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Скажите, как мне быть? Мы с парнем расстались 5 месяцев назад. Причина расставания в том, что в отношениях я врала. Мы с ним учимся в одном колледже, на одном курсе, но в разных группах. Я его очень люблю и хочу вернуть. В эту пятницу у меня день рождения. Он помнит, как быть и что делать, если он меня поздравит. Спрашиваете вы. Ну, наверное, здесь не столь важно, как вам быть и что делать, если он вас поздравит. Вот. Здесь скорее можно говорить о том, чего вам не делать, с учётом психологического портрета. Вашего молодого человека, который можно будет получить после беседы с вами. Вот. Потому что, ну, согласитесь, если мы не знаем человека, вы ничего не пишите о себе, ничего не пишите о нём, да. Как можно сказать, что вам делать и как быть, да. У вас есть свой ограниченный набор того, что вы можете сделать и того, как вам быть. У него есть ограниченный набор того, что он примет и того, что он не примет. Я думаю, что вы это знаете. Вот. Поэтому мне не кажется... Мне не кажется, что здесь можно что-то советовать вам. Вот. Это очень неблагодарное дело. Ну, вот, что бы я сказал и на что бы я обратил внимание. То, что вот вы говорите о том, что врали в отношениях. Вы говорили о том, что, получается, обманывали. Вот. И как-то вот вы говорите, что хотите вернуть молодого человека, потому что вы его любите, да. Но, наверное, для этого стоит перестать врать. А если вы делаете это регулярно и, скажем так, уже длительное время, вот, что... Так просто от этого вы не откажетесь. То есть вы не сможете просто взять и, грубо говоря, перестать врать. Вот. Потому что вы это делаете именно из-за, ну, некой, вот, своей, скажем так, потребности, которая у вас есть. И, соответственно, нужно понять, в первую очередь, что это за потребность такая. Вот. Нужно постараться понять и увидеть, что это за потребность такая, которая мотивирует вас на то, чтобы врать. Вот. На мой взгляд, это очень важный аспект, в первую очередь, на который вам нужно обратить внимание. Почему люди врут? Страха и чувство стыда, как правило. Это два основных чувства, которые мотивируют человека врать. Как бы и стыд, и вина мотивируют человека на то, чтобы не быть тем, кем он является по сути своей. Да? Иногда это желание быть не тем, кем человек является, может быть относительно самостоятельным. Вот. Но, как правило, это все-таки следствие. И, соответственно, до тех пор, пока вы испытываете трудность определенного рода вот с этим моментом, вам не будет возможно не врать. Потому что, извините, потребность есть. Вот. Способ тоже есть. Соответственно, бери и это делай. И все, собственно говоря, пойдет по кругу, по кругу в данном случае. Вот. Поэтому, если вы сейчас своего молодого человека вернете, и все повторится, а это повторится, даже если вы уверены, что нет, это повторится. Такой закон. То следующее расставание, которое будет, еще больше снизит ваши, так сказать, шансы на то, чтобы с молодым человеком вместе быть. Вот. Поэтому, поэтому, мне кажется, что вам нужно именно поработать с тем, что вы обманываете, при условии, что вы не хотите обманывать, а об этом вы, о том, что вы не хотите обманывать, прямо не говорите. То есть, вы об этом прямо не заявляете о том, что вы не хотите обманывать. К сожалению. Вы просто говорите о том, что вот, я хочу вернуть, как бы, молодого человека, да, и все. Но, как бы, нет никакого намека на то, что вы хотите что-то менять. А что-то менять необходимо, потому что, если ничего не менять, вот, то, ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, что ситуация просто-напросто повторит. И хорошего ничего не будет. Поэтому, соответственно, вам необходимо, прямо вот, жизненно необходимо в данном случае поработать с тем, что вы обманываете. Если вы хотите этот момент проработать, обращайтесь на психотерапию, то есть, идите на психотерапию, вот, работайте со психологом, да, вот, перестаете врать, решаете свои конфликты, вступаете в отношения, вот, и, в принципе, все у вас может наладиться, да. Вот, или вы ничего из этого не делаете, ничего из этого не происходит, и, соответственно, вы продолжаете, условно говоря, врать, и ситуация постарается. То есть, да, вот, что я пытаюсь, условно говоря, до вас донести в данном случае. Я пытаюсь до вас донести, по большому счету, то, что вы несколько не на том фиксируетесь. Вот, вот, что я пытаюсь до вас донести. Я пытаюсь до вас донести то, что вы не на то в данном случае обращаете свое внимание. И я пытаюсь до вас донести, что корень проблемы, он находится именно вот в том, что вы описали. И в том, что вы это пропустили. Вот. Просто примите, пожалуйста, тот факт, что если вы сейчас считаете, думаете, что вы не будете врать, да, больше, то это только до тех пор, пока вы боитесь, что молодой человек от вас уйдет. Такой закон система. Вам врать для чего-то нужно. Я вас ни в коем случае не обвиняю. Просто как бы говорю об этом, что вот такая ситуация имеет место быть, к сожалению. И этого не изменить, этого не исправить, от этого не уйти пока что. Вы в этом живете. Поэтому давайте как-то постараемся признать какие-то аспекты. И просто в этом направлении работать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Если кто-то позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Обращайтесь за помощью.